Малоснежная зима этого года была на радость коммунальщикам. Хлопот прибавили весенние снегопады. Они-то в очередной раз показали, что силы не равны. На совещании в администрации региона Андрей Клычков поставил свою оценку. Так называемый ручной режим снова был нормой. Вот вы мне назовите регионы, в котором первый зампредседателя правительства занимался уборкой снега. В столичном городе. А у нас Николай Васильевич занимался. Месяц с вами, конечно, но он занимался этим. Это даже задача Александра Сергеевича легко контролировать. У нас, к сожалению, ну вот это правда, мы с вами здесь все взрослые люди понимаем, что для того, чтобы организовать работу ваше предприятие, приходилось и Блохинову, и Злобину, порой и мне, и Александру Сергеевичу, закреплять людей, сотрудников администрации за улицами, говорить, где снег лежит, для того, чтобы вы организовали работу. Но это как раз таки ваша прямая обязанность. Ранее правительство региона принимало меры для спасения спецавтобазы. Предприятие было обеспечено контрактами. Ждать помощи, ее получать, это, конечно, хорошо. Но надо учиться рассчитывать на собственные силы. Среди острых вопросов зашкаливающий процент износа техники. Дело в том, что основная техника, которая используется в зимний период, особенно в снегопады, это комбинированные дорожные машины. И по опыту сезона 2017-2018, редко когда на линию выходило более 12 единиц техники. Это связано с тем, что она физически изношена, большинство данной техники, и требует постоянного ремонта. Бывали случаи нередкие, когда выходило 12, а половина до 6 единиц заходила на ремонт текущий. Поэтому раньше мы обсуждали вопрос, если поддержите возможность приобретения комбинированных дорожных машин за счет средств дорожного фонда в виде субсидий. Какие-то вопросы во дворах, в проездах, ну пусть не самые основные дороги, тоже должны спецавтобазы ремонтировать, как организация, которая способна это сделать. И на лето ее нужно какими-то укомплектовать необходимой техникой и заниматься ремонтом, потому что там действительно можно заработать. Лично моя позиция, чтобы наше муниципальное предприятие эффективно работало. Для того, чтобы люди не потеряли рабочие места, для того, чтобы у нас было свое муниципальное предприятие, которое будет выполнять все задачи, которые стоят перед городом. Проблема МУПа в центре внимания на совещании в администрации региона в сложной ситуации по-прежнему подавляющее большинство предприятий. Далека от оптимизма ситуация у транспортников. Глава ТТП Александр Коровин озвучил свои выводы. Для начала надо убрать из управления по транспорту всех тех чиновников, которые имеют свой интерес в организации перевозок. Это не список. Да. Это первое. И второе. Если есть муниципальные маршруты, то там должны работать только муниципальные транспорты. На сегодня у нас практически все маршруты захвачены зачастую незаконно частным транспортом. Мы с вами ровно так же несем ответственность за то, что происходит в городе, как и Александр Сергеевич. И помогать ему, вам как депутату тоже нужно. Я помогаю. И подставлять плечо совершенно точно нужно. И подсказывать где-то, и в том числе и в части некоторых работ тоже оказывает содействие. Что касается тех, кто у нас из чиновников транспортном блоке связан с транспортными перевозками, дайте список, я их всех уволю. Попрошу Александра Сергеевича уволить. Вот список мне дайте. Организация пассажирских перевозок, дублирование городских маршрутов пригородными, трехзначными – еще одна проблема. Орловские маршруточники жалуются, что конкуренты, работающие на район, отнимают пассажиров и как следствие заработок. Вопрос лишь в том, не пострадают ли интересы горожан. Орловские маршруточники так и не привыкли работать от звонка до звонка. В часы пик, в некоторых автобусах, аншлаг и давка. В общем, вопросов больше, чем ответов. Наша с вами задача – это организовать движение таким образом, чтобы мы охватывали все население с их потребностями, при этом интересы муниципального предприятия не уменьшать. Это касается и трамваев, это касается и троллейбусов, это касается и автобусов. Порядок нужен в этом с властью солидарно-орловские пассажиры. Один из вариантов – создание единого оператора, прозвучало на заседании. По большому объему нареканий, которые сегодня гуляют и по интернету, и к нам приходят с вами в письменном виде, вводите единую работающую систему жалоб, обращений на действия муниципальных и частных перевозчиков. Потому что Орловская область уже звучит, где только не звучит, и курящие водители, и по мобильным телефонам разговаривающие. Мне кажется, этот вопрос решается в течение недели. Все аргументы и предложения должны быть выверены. Интересы горожан в приоритете.